пример пайки. В нашем случае, перед тем, как куда-то паять, наверное, все-таки было бы неплохо проверить. Клемма готова к пайке. Обратите внимание, что у нее часть клемма черная, то есть она не пробужена. Попробую сейчас пробудить клемму до конца. Получится у меня убирать всякие диски на эти. Такое ощущение, что все равно полностью не получается. Вот этот край же получается, как будто не улыбал. Как в этом случае не поступить, взять лапки и, соответственно, вот эту вот часть клеммы, которая не залуживается, которая грязная, стараться зачистить. Но я вот так не могу подвести, там получается четки как. Поцарапает. В этом так же примерно поступают, когда паяют нулевый. То есть, вот видите, неравно не паяют. Перед тем, как паять, необходимо что сделать. Необходимо пройтись каким-то абразивным материалом, шкуркой там или надфилем. И тогда есть вероятность, что у нас залуживание произойдет нормально. Далее, соответственно, за неимением нормального флюса мы с вами пользуемся самопальмом, спиртокенихоль. Можно сюда эту спиртокенихоль немножко нанести. И, соответственно, пытаться заново это дело залудить наш северок. Эпсель. И что-то у меня получилось немного лучше. Вроде сошлось на кончике тоже, видите, заложено. Все, вот теперь залудил я его нормально. Хорошо бы всем эти нитки убрать. Поэтому лучше, конечно, если будете старый монтаж снимать, это их не открывать, тогда вот такие волоса останутся, как я сейчас сделал. А лучше отпаивать. Вот это я залудил. Следующее действие. Вот, соответственно, мы с вами выбираем правильно длинный провод. А правильная длина это какой? Это чтобы он мог подключиться здесь, соответственно, дойти до нужного места. И около местного подключения был какой-то небольшой запас. Вот это мало. Вот это, наверное, более-менее. Если ту запасу на третий. Далее, не забываем одевать кембрик. Мы их поменьше не приедем. Это вспоминались. Одели кембрик, чтобы он так уже был. Далее снимаем изоляцию. Я вам подсказывал, что можете использовать шкурадер. Можете, соответственно, научиться пользоваться, как я, кусачками, например. Видите, вроде ничего я не повредил. Если остается шелк, не обязательно его там как-то стесчать. Можно паяльник поднести и, соответственно, у вас шелк сгорит. Далее, вариантов у нас с вами два. Либо мы с вами облуживаем провод его, акуная, канихоль. И сверху проходя с паяльником. То есть, вот так вот. Помещаем на голову, который собирается на канихоль. И проходимся сверху паяльника. Облуживаем. Ну вот, в моем случае, вот видите, я его полностью облудил. Провод готов к пайке. Действительно, соответственно, я второй раз покажу вот с этим. Вот. Если вы один, конечно, уже припаяли, то есть второй не можете поднести. Тогда можно взять, что? Вот такую вот кисточку себе сделать из какого-то провода. И, соответственно, нанести спиртоканиполь на ваш провод. Вот здесь и осуществить провод. Далее, как мы поступаем? Так же, пригласить методичку, которая тоже есть. Мы с вами снизу вталкиваем дырочку, чтобы дырочка открылась. Мы разогреваем наше с вами олово. Вот я просунул. И паяльником я прижимаю, чтобы он у меня ровно вдоль пластинки шел. Обратите внимание, что у меня сейчас расстояние от изоляции до торчащего конца штекера, оно, ну, там, миллиметр где-то. Разрешается там в один-два. Что бывает у некоторых студентов? Ну, такое увидим. Ну, здесь вроде нормально, здесь нормально. Здесь тоже вроде более-менее. Ну, к сожалению, здесь антипримера нет. Когда у студента получается вот такой длинный снятый провод. И, соответственно, вот он там бери, короткое замыкание устраивает. Дальше, соответственно, надеваем кембрик на это место. И вот мы с вами закончили паять вот два провода. Внимание! Особенность! Если у вас необходимо припаять два провода, как мы с вами будем поступать. Ну, давайте это напаяем, а в другое место это перепаяем. А, ну, взял, 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 откушу сейчас раз. Если вы будете пользоваться вот нашими паяльниками, которые я купил, они все-таки более слабенькие, поэтому, очевидно, будет хуже, чем на этой днести нагреваться. Поэтому я вам рекомендовал приходить с своими собственными. Так, пример, если вдруг у вас два провода. Вот здесь лучше так не поступать, как я только что показал, потому что у вас может быть проблема. Проблема, связанная с тем, что после влужения они будут дырочку плохо входить. Поэтому в данном случае лучше сделать так. Вы провода себе очистили. Вот для тех, кто не верил, что будет сгорать наш сам шелк. Вот я его спалил. Нет, никаких там, собственно, больших проблем нет. Так, здесь сняли. Нет, не залуживайте. Что мы делаем? Сначала скручиваем. Нет, не залуживайте, иначе могут быть проблемы со вставлением. Далее, что делаем? В нужное место эти две жилы вставляем. Если помните, у нас были такие места, где нужно было два провода засунуть. Вот уже даже у меня проблематично просунуть его сюда. Но вот теперь мне нужно его пролудить. Поэтому вот беру кисточку, взял, по проводу прошелся. И теперь, соответственно, я его пролужу, а потом пропоняю. Чтобы не было так, чтобы у меня провод сам гизовывал. Вот что-то подобное получилось. Только у меня получилось опять плоховато, потому что снова моя клемма почему-то вокруг вся в канифоле. Вот на этом тут тоже переборщивает лучшее устои силы. После пайки проверяйте качество контакта вашего, как держится. Старайтесь, чтобы руки не тряслись, пока вы там напаяли, чтобы у вас пайка не была холодная. То есть вот этот дребезг, это качество соединения не ухудшалось. Что я забыл в талант случае сделать, это кембрик надвинуть на два провода, поэтому у меня получилась, естественно, чушь. Исправить это можно теперь только полностью отрезание. Соответственно, перепаивание, больше ничего у нас здесь не получится. Давайте раз я накосячил, покажу, что даже если я накосячил, это исправить, в принципе, не так долго. А то будут тоже у вас такие студенты, которые будут там резать кембрики, одевать их вокруг. Так, все это уже негодно. Я уже с этим работать не смогу. Так, сняли здесь изоляцию. Сняли здесь изоляцию, вместе их скомпоновалось, вязало. Так, продеваем заново. Наши отверстия. Просунули, но пока там еще не готово к пайке, потому что провод не залуденный. Я вставил. Вот провод. Спирит, я не хули нанес. Стараюсь залудить эти два провода. Это уже полоски прикачивалось. Когда вы появитесь здесь, что вам рекомендуется делать? Можно взять какие-то себе из проволоки колечки сделать, чтобы они примерно у вас в трассу прокладывали, чтобы вы уже длину винили полностью. Потому что вы можете подумать, что там проволоки, а в реальности он идет ловно. То есть можно прокладывать по этой штучке, можно дополнительно сделать какие-то, которые будут уже в кучку собирать, чтобы у вас длина была правильного провода. Соплей кучу делать не обязательно, но удобное место для соплей, потому что связывать необходимость никакой делать. Пример вязки показан. Вы можете видеть, что он равномерный примерно. Как я сказал, разрешаю часть провода сделать нитками, часть сверху. Ну, как-то так. Паянь. Если сегодня кто-то желающий есть направление. Соответственно, первое дело. Уделяем, что куда паяем. Ну, например, давайте сейчас БК какой-то. Одиннадцатый контакт. Паяем куда? Якобы на полк 31, да? Цифра 5, на что указывает, что это у нас одна цифра, что это на той же полке у нас находится. Ну и, соответственно, где наш прибор на седьмой? Это у нас БК получается. Одиннадцатый контакт или где? Ну, шпыргалку я не повесил еще, но, насколько я помню, у нас здесь нет фронтовых. То есть вот эта вот одиннадцатый есть. Надо будет это проверить. У нас, к сожалению, в монтажке двенадцатые контакты есть. То есть нарисованы все контакты. Деронисты, конечно, вводят и на реле. Блоков вот таких вот больших у них. У двух контактов у этих нет фронтовых, а у этих нет пиловых у пенвертного тройника. Поэтому это вроде одиннадцати, потом перепроверим. И вам нужно получать схему уже полет. С пятым, вот этот у нас это получается вот этот, на тридцать первый контакт. Ну и здесь все нормально, здесь все контакты. То есть в местах примерно так дели. Для чего я это посмотрел? Для того, чтобы проверить, а провод не захватит, а не хватит. Значит, удобно как-то себе эти схемы что сделать? Это себе разместить на том поле, которое вы не будете пользоваться. Беряйте вот эти бумажки, вот у вас будет как вот этот. Белый скотч. То есть вот его взяли, закрепили и, соответственно, потом, возможно, вот так оно будет висеть и вы будете прям, используя руки, ее пользоваться. У меня пока еще не полез, поэтому я на подручных средствах вот так себе разместил и могу теперь уже работать. Проверяю, я проведу, откуда он идет. Отсюда, да? И должен дойти где-то вот до сюда. В длину вроде бы хватает, поэтому я, естественно, рассчитываю, чтобы, да, отключение будет не вплотнее, а с некоторым запасиком. Первое действие, что нам необходимо сделать, это снять визоляцию. Соответственно, берем, если пользуемся кусачками, то как наступаем, вокруг вот так прошли немножко нажимало, после этого взяли и визоляцию свежали. Все, ничего не нужно, никакие там, ни шкура вернули, ничего у меня не сломалось. Все целое. Что касается длины, то где-то вот такого размера вам должно хватить, потому что у нас смысл какой-нибудь. Должна проходить там обзор, да? При этом после залуживания у нас должно, ну, нет, маловато вообще-то взял, то есть даже побольше смещать, потому что должно было выйти хорошо. Вот так. Опять же, не забываем одевать кем-то, кем-то уже одевали. Даже если это у вас первый провод, просто возьмите за правило, что перед тем, как не понять, у вас вот вот кем в руке. Если это будет всегда так у вас, то вы никогда не потратите лишнее время. Следующая операция, не знаю, как вы на практике делали ее или не делали, нам провод необходимо облудить, как это сделать быстро и без всяких там лазерников, нашим сами там клеммом. Взяли, соответственно, что? Приполчика себе, приложили на наш с вами, как называется так? На канифон, и вот я облудил. То есть, экономлю время на чем. Никакие мне не нужны там, ни кисточка, ничего. Я просто приложил прямо на него, окунул и все. У меня провод залужил. И так далее, соответственно, что делаем? Если у нас дырка за лито нашим овалом, то мы с вами вставляем и, соответственно, нагибая паяльником, осуществляем нечто вот такое. Что у нас должно получиться? У нас с вами не должно слишком много быть расстояния вот здесь. Вот примерно это то, как должно быть. То есть, там, по-моему, до двух миллиметров максимум допускается. Это вот как норматив, поэтому стараемся его придерживаться. Здесь у меня что получилось? Все ровное. Ничего никуда не торчит. Я паяльником прям нажимаю, и у меня получается, вот он наш с вами проводок. Следующее место, куда у меня провод пойдет? Во-первых, я организую место, как у меня пойдет жгут. То есть, я запас взял. Потом провод у меня спустится сюда. Вот здесь пойдет где-то вот по этой стороне. Запасит. Есть. Дохожу до этого места. Где-то здесь поднимется, когда я там иду. На 5-31. Первый троник, второй троник, 30-31. Это вот это. То есть, соответственно, по идее, этот провод слегка длинноват. В нашем случае можно было бы его откусить. Ну, поскольку я провод сейчас экономлю лишний раз, лежать не буду. У меня будет несколько длиннее он. По идее, можно было где-то, ну, вот столечко где-то откусить, чтобы у меня вот такой длины получился сюда провод. Как бы, ну, определять понятно? Да. Так, берем снова что? Начинаем с чего? Чтоб в руке у вас пембрики. Работать здесь. Себе как-то все аккуратно размножить, как вам удобно пользоваться. У вас рядом будет возможность стол стоять, и вы можете этот стол как хотите переставить, как вам удобно. Туда-сюда удлинить, в пиревую сторону, куда вам больше нравится. То есть это рабочая машина и под себя его организует. Далее то же самое. Примерно там, сколько запомните, примерно снимаем мы. Смяли изоляцию. Снова никаких проблем. Ни шпиродерлку не нужно. Единственное, что шелк не очень хорошо очищает. Провод у вас будет примерно такой же. Снова взяли себе припойчик на паяльник. Снова приложили его на канифоль сверху. И все, у вас провод залужен. У меня не получается. Хорошо, потому что у меня не залудилось основание. на канифоль. Сейчас немножко побольше пробует. И вот теперь вроде все покрылось. Если надо там дули, можно по идее не дувать ничего. Само остынет. Соответственно тоже подключение состоялось. Наиболее сложные проблемы это когда у нас с вами. Когда два провода. Жаль, что не очень хорошо получилось. Знаешь? Для вас. Я из-за того, что вы не залудили. В тех местах, где у вас два провода присоединяются. Как мы в этом случае делаем. Вы два провода зачистили. Их длину посмотрели. Скрутили руками. Вместе. Вместе облудили. Вместе просовывали. Не просовывали. Поэтому так удобно будет осуществить на праздник. Собственно здесь не забудьте, что у вас лепестки начинаются. Первый это вот этот. То есть вот отсюда нужно. Вон там. Сюда киндрики нам не нужны. Киндрики надеваем вот с этой стороны. Эту вещь сейчас я распарю. И все с меда начинается. Ну и спуститесь ко мне. Поищите эти самые бумажки, где написано, где на блоках появится. То есть где к правилам появятся. Делают какие-то контакты. Возьмите. Телевки, что можно сделать.